Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейши Ди и добро пожаловать в новое видео! Сегодня ночью биткоин рухнул ниже 16 тысяч долларов и на дне достигал отметки в 15 тысяч 400 долларов за монету. К сожалению, я не смог выйти экстренно в эфир, потому что я просто-напросто спал. Но мне есть что сказать. Сейчас я смог оценить то, как объясняют это падение другие, и я понял, что многие не заметили того, что заметил я. И сегодня я хочу тебе об этом рассказать. Сегодня ты узнаешь о грязных делишках, которые завершают не только биржи, подобные FTX, но и платформы криптоинвестиций и криптокредитования. Такие как Genesis, Digital Currency Group, Grayscale, Bitcoin Trust и даже, даже Binance. Если видео будет для тебя интересным, не забудь показать это лайком. На прошлом видео мы набрали 50 тысяч просмотров и почти 5 тысяч лайков, и это очень круто на таком рынке. Давай попробуем набрать столько же и на этом ролике. Для этого нужно поставить максимально много лайков и написать максимально много комментариев. Выдели пару секунд для этого прямо сейчас. Ну а я перехожу к контенту. Хочу начать с интересного факта. На этой диаграмме мы можем заметить, что за последние 3 месяца Genesis получил более 1 миллиарда долларов от компании Alameda Research. Все эти деньги поступили в токенах FTT, родного токена криптобиржи FTX. То есть, как оказалось впоследствии, после краха FTX и FTX, Genesis получила буквально ничего. Они буквально обменивали реальные активы на токен FTT. И, видимо, поэтому они и требуют экстренного кредитования в размере именно 1 миллиарда долларов после того, как заморозили вывод средств клиентов. Совпадение ли, что они получили 1 миллиард долларов в токенах FTT от Alameda Research, и после краха FTX они просят именно 1 миллиард долларов кредита. Но кроме этого, есть еще один крайне любопытный факт, который невозможно обойти стороной, вспоминая истории 3 Arrow Capitals, Voyager и Celsius. До приостановки вывода средств, Genesis предлагала необеспеченные кредиты своим клиентам. Точно так же делали и Celsius, и Voyager, а потом вскоре обанкротились. Они поверили 3 Arrow Capital, это же крупнейший фонд, что может пойти не так. Но потом он обанкротился и потянул вслед за собой Celsius и Voyager. Мы находимся в такой ситуации, потому что все эти площадки криптокредитования поверили друг другу на слово. Теперь Genesis повторяет их ошибки. Мы еще не отошли от коллапса FTX, а теперь получаем Genesis. Спасти его от краха. Ну дайте уже мне эти миллиард долларов, либо Binance, либо Apple. Ну пожалуйста. Но Binance ответил отказом. Как утверждает Wall Street Journal, Binance свернул сделку, указывая на потенциальный конфликт интересов между двумя бизнес-моделями, Binance и Genesis. Свернул сделку, вот это интересно, ребята. Значит она все-таки могла бы состояться, как я и писал в своем телеграм-канале. Кстати, ссылка на него в описании под видео. Там были очень подозрительные транзакции с биткоином от Binance, и я предположил, что они связаны с тем, что Binance хочет помочь Генезису. Кстати, в телеграме я публикую новости, аналитику и свои мысли по криптовалютному рынку. Ссылка на него в описании под видео. Поэтому вчера криптоброкерская компания Генезис заявила о том, что без финансирования может обанкротиться. И поэтому биткоин рухнул. Но это, это лишь очень поверхностный взгляд на ситуацию. Спроси любого, почему биткоин рухнул вчера, он ответит, потому что Генезис может объявить банкротство. А Генезис это Digital Currency Group, а Digital Currency Group это Grayscale Bitcoin Trust. Доминошки падают одна за другой. Но я хочу пойти еще дальше. Сейчас я тебе раскрою такую, можно сказать, мошенническую схему. И начну это с этой статьи на Декрипте. Инвесторы шортят биткоин и эфириум в рекордных масштабах. Еще никогда не было такого количества институциональных инвесторов, которые шортили бы биткоин. Очень важно, я подчеркиваю, институциональных. Таких как Binance, таких как Генезис, таких как Digital Currency Group. Есть целое исследование. Если хочешь почитать его полностью, я публикую его в Телеграме. Здесь же я расскажу только о нескольких ключевых моментах из него. Первое. 75% от общего количества притока денег за последнее время приходилось на шорт продукты. То есть на те финансовые инструменты, которые предполагают ставку на падение рынка и позволяют его шортить. 75% это каждые три игрока из четырех ставили на падение рынка. Приток денег, которые шортили биткоин, составили сумму более 18 миллионов долларов, что на 10% больше, чем на прошлой неделе. Кроме этого, наблюдался самый большой за всю историю приток институциональных денег в шорт продукты Эфириума. Также рекордный приток денег на шорт текли в Солану, XRP, Binance Coin и Polygon. Интересно, что это все происходило до так называемых негативных новостей от Binance и Генезиса. От Binance, что он не собирается помогать Генезису, от Генезиса, что он предупреждает о своем банкротстве без финансирования. И это странно, ведь уже после краха биткоина Генезис внезапно заявил, что ему уже не нужен миллиард долларов, а всего лишь 500 миллионов, что у них нет планов объявлять банкротство в ближайшее время. Об этом они написали у себя в Твиттере. И из этого мы можем сделать вывод, что Генезис заработал 500 миллионов долларов на этом падении биткоина. Что он, как и многие другие институционалы, сначала открывали рекордные шорт позиции, а затем засыпали рынок заявлениями про банкротство из-за нехватка финансирования. Из-за отказа Binance помочь решить эту проблему Генезиса. Фактически они сами создали инфоповод, на котором смогли успешно зашортить рынок. И скорее всего используя кредитное плечо. И из этого мы делаем еще один вывод. Падение биткоина сегодня ночью было крайне грязным способом хотя бы временно решить финансовые проблемы Генезиса. Прямо противно становится от осознания того, как грязно играют институционалы публикой и ее деньгами. Поможет ли это Генезису? Поживем, увидим. Ну а меня зовут Богатейший Иди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это очень помогает каналу, а мне помогает находить мотивацию для создания новых видео. Увидимся совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok